с вами николай пименко в проекте дата сегодня 12 ноября день работников сбербанка россии в 1841 году указом императора николая 1 утверждается первый устав сберегательных касс с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережением верным и выгодным способом и для приема небольших сумм на сохранение с приращением процентов также сегодня отмечается день специалиста по безопасности в россии но теперь о родившихся 1727 год в этот мир приходит иван шувалов русский государственный деятель генерал-адъютант фаворит императрицы елизаветы петровны меценат основатель московского университета академии художеств в 1833 году родился александр бородин русский композитор ученый химик и медик участник могучей кучки основоположник русского эпического симфонизма а в 1840 году родился франсуа роден французский скульптор признанный одним из создателей современной скульптуры в 1929 году родился ролан антонович быков или роланд анатольевич быков российский актер режиссер театра и кино только некоторые работы я шагаю по москве служили два товарища мертвый сезон андрей рублев и многие другие народный артист ссср лауреат премии московского комсомола в 1935 году рождается людмила гурченко российская актриса кинотеатра певица народная артистка ссср легенда советского кинематографа события дня 1717 год немецкий алхимик врач механик и легендарный мошенник авантюрист и уаган эрнст элиас бестлер арфириус в присутствии сразу же нескольких известных физиков демонстрирует своему покровителю ланд графу карлу гессинг кассельскому изобретенный им вечный двигатель ну вот тебе после запуска машины ее запирают а проверив через две недели убеждаются что колесо двигателя вращается причем с прежней скоростью когда то же самое произошло еще через два месяца слава арфириуса прогремела по всей европе но секрет устройства он тщательно скрывал ну и только спустя несколько лет его служанка несмотря на данную хозяину клятву молчать все-таки проболталась казалось что колесо вечного двигателя раскручивалась из соседней комнаты с помощью хитроумно протянутых веревочек эх служанка служанка 1803 год указом император александра первого николай михалыч карамзин по его же собственному отдатайству был официально назначен российским историографом что дало ему право цитата читать сохраняющиеся как в монастырях так и в других библиотеках от святейшего синода зависящих древней рукописи до российских древностей касающихся конец цитаты на следующий год карамзин приступать к созданию величайшего труда своей жизни истории государства российского первые восемь томов огромными до того времени тиражами 3000 экземпляров выходят свет феврале 1818 года и в последующие месяцы они были мгновенно раскуплены 1860 год образуется секретная служба с сша первоначальной задачей сотрудников службы является борьба с подделкой долларов после убийства в 1901 году президента сша макинли их обязанностью становится охрана президента страны сегодня секретной службы охраняются семья президента вице-президент кандидаты на президентский пост бывшие президенты их жены или вдовы и дети младше 16 лет а также посещающие сша главы иностранных государств и другие знаменитости 1910 год первый кинотрюк каскадер прыгает в гудзон из горящего воздушного шара в интервью храбрец говорит что ничего такого сценарием и не было предусмотрено и шар загорелся из-за его неосторожного с ним обращения и теперь владелец шара требуют с него возмещение убытков эту историю тут же напечатали все газеты что принесло кинокомпании немалую известность а хитрый каскадер получил прибавку к зарплате и солидную премию за находчивость и изобретательность 1933 год первая фотография предполагаемого лохнесского чудовища некий хью грей с холмов близ фоерса сделал первую известную фотографию этого чудовища чрезвычайно низкого качества размытое изображение некой с образные фигуры грей подтвердил информацию о внешнем виде существа а эксперты из кодека проверив негативы заявили что они подлинны ученые однако встретили изображение крайне скептично профессор грэм керри из университета глазга заявил что фото не доказывает живое ли это существо другой эксперт зоолог джордж норман из британского музея высказал предположение что на фото грей запечатлен обычный кит бутылка нос или какая-нибудь из акул или вовсе обломки судна 1980 год американский космический аппарат voyager 1 запущены 5 сентября 77 года 20 века после изучения юпитера стал первым аппаратом который достиг окрестностей сатурна в результате на землю были переданы первые детальные изображения самой планеты и колец и спутников помимо 12 ранее известных спутников у сатурна обнаружилось еще пять новых весело им там колец же у него оказалось не шесть как считалось ранее порядка тысячи причем некоторые из них имеют не круговую конфигурацию и по меньшей мере два как бы сплетены между собой 1982 год на пленуме цк кпсс генеральным секретарем цк кпсс после смерти брежнева избирается юрий владимирович андропов это одна из самых загадочных и противоречивых политических фигур бывшего ссср вокруг этого имени до сих пор ходят кривотолки кем бы стал для страны андропов если бы природа наградила его крепким здоровьем великим реформатором или же новым хозяином но вот что интересно проспект андропова в москве есть а проспекта брежнева нет но еще об одном событии подробнее 1940 год в берлин по приглашению гитлеровского министра иностранных дел юахима фон риббентропа прибывает для переговоров советский министр иностранных дел вячеслав михайлович молотов визит продлится до 14 ноября двухдневные переговоры в которых будет участвовать сам гитлер окажутся безрезультатными ссср будет настаивать на включении советскую зону влияния финляндии болгарии румынии и турецких проливов босфор и дарданеллы а в ответ на это готов присоединиться к тройственному пакту фашистской оси рим берлин токио но на правах полноправного партнера гитлер будет говорить что разгром великобритании вопрос недалекого будущего и обещать все в том числе и участие в разделе наследство британской империи но со временем намекая что москва и так уже приобрела предостаточно причем не воюя прощаясь с молотовым гитлер еще раз подчеркнет что интересы германии на западе и скажет я считаю сталина выдающейся исторической личностью да и я сам рассчитываю войти в историю поэтому естественно чтобы два таких политических деятеля как мы встретились в самом ближайшем будущем и они встретились только на поле битвы с вами был николай пивненко в проекте дата а